Субтитры делал DimaTorzok Белгород. Губернатор Гладков таким образом издевается над русскоязычным населением. Это русофобия. Укрытие было переполнено уже после того, как первый автобус высадил пассажиров. Подъехали еще два и машины. Люди вынуждены были прятаться. Так, да-да, утро белгородцев теперь начинается не с кофе. Но это еще не все. Уже месяц прошел с момента вторжения, по сути, на территорию Курской области. Сегодня в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но пока еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем. Те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Тем временем на московском ТВ тоже не весело. Большие дяди обсуждают, каким образом вторая армия мира должна отвоевать у ВСУ свою же территорию. Выдавливание провокационных бандитов из Курской области выглядит как-то печально в студии Первого канала. Уничтожать придется свои села и леса, подвел итог депутат Затулин. Надо уничтожать все, что там находится. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. Ух, нихуя себе! Брянск героически отражает атаку натовских биокомаров. Губернатор заявил. Уважаемые земляки! В настоящее время наши защитники отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Просьба соблюдать необходимые меры безопасности. Санитарные дроны прощупывают ПВО. Брянск не спит. В первые дни полномасштабного вторжения Россия ударила ракетой в жилую многоэтажку на проспекте Лобановского в Киеве. Россияне тогда злорадствовали, шутили, мол, так этому Киеву и надо. И мало кто из них думал, чем все обернется для России. 21.00. Салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович. А в остальном, мне кажется, недалеки от истины. На фото многоэтажка в Подмосковье, пострадавшая сегодня ночью от прилета БПЛА. Ее жители смогли в полной мере ощутить на себе то, что чувствовали украинцы после варварских атак российских военных преступников. С Киевом за три дня что-то не вышло. На третьем году войны прилетают уже по Московской области. Кто придумал этот тезис, что русские возьмут Киев за три дня? Это же мы ни разу такого не говорим. В регионах завершились трехдневные выборы, пожалуй, рекордно безинтересные. Но, как говорил Владимир Путин, во власть пришла новая элита. И это как раз занятно. Давайте посмотрим на одного из новых депутатов. Кто мы? Мы найдем тебя! Чего мы хотим? Мы убиваем! Что мы будем делать? Мы убиваем! Хотим крови, хотим убивать. Так подбадривал своих сослуживцев Дмитрий Аксенов. В прошлом командир батальона Югра, а теперь депутат в Хантамансийском автономном округе. Разумеется, от Единой России. Таких же, как он, вот этих вот самых участников войны в Украине, кто займет депутатские кресла, больше трехсот по всей стране. Большинство были выдвинуты ядром. При этом участники войны, выдвинутые другими партиями, а это еще около ста человек, избраться не смогли. И это лишний раз подчеркивает, что люди не голосуют за ветеранов СВО. Их мандаты согласовывают в той же Единой России и администрации президента. Дело остается за малым. Нарисовать нужные протоколы. Вы что, не знаете об этом, что ли? Под Москвой во время тренировочного полета разбился самолет Амфибия. Это фотографии с места крушения. Оба пилота погибли на месте. А один из них создатель самолета Алексей Танцерев. Самолет упал на западе Москвы в русском районе. А Алекс-251 принадлежал аэроклубу Ватулина. Он был представлен на авиасалоне МАКС еще 15 лет назад, но так и остался в единственном экземпляре. Рождаемость в России рухнула до исторического минимума. В прошлом году родилось самое маленькое количество детей с конца проклятых 90-х. И за первые 6 месяцев этого года родилось менее 600 тысяч детей. Это еще на 3% меньше, чем за этот же период прошлого года. Власти придумали, как решить демографические проблемы. Нет, это не закончить войну и не перестать воровать. Они заставят мириться пары, которые подают на развод. Сейчас супругам предлагают услуги психолога. Но это дело добровольное и многие просто отказываются. Однако теперь все должно измениться. В Думу внесен законопроект, который обяжет пары проходить платную медиацию. На попытке примириться дадут 3 месяца. То есть по факту людей просто обяжут платить дважды, примимо пошлины. За развод и еще и за навязанные услуги психолога. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Заочно арестованную по делу о дискредитации армии женщину из Архангельской области лишили родительских прав. В марте Лидия Прудовская с детьми уехала из России. Незадолго до этого на нее завели уголовку за дискредитацию. Во время следственных действий силовики допрашивали детей Лидии, при этом запретив матери присутствовать на допросе. В апреле органы опеки расторгли договор о приемной семье, но Лидия узнала об этом только сейчас. В итоге женщину лишили родительских прав на 12-летнего приемного сына, который живет в семье более 10 лет. Традиционные семейные ценности вот они во всей красе. Вот у нас одна идеология. Русский мир. Зет-каналы обвинили Армению в продаже оружия Украине. На прошлой неделе об этом написал Юрий Подоляка и Алекс Паркер Ретернс. Это не собачья кличка, а название телеграм-канала. Сегодня пост с обвинениями написал также Файтер Бомбер, канал близкий к военно-космическим силам России. По его данным Армения продала в Украину советские установки ПВО и ракеты к ним. Все бы ничего, но это уже не первая информационная атака на страну. Год назад российская пропаганда обвиняла Ереван в планах продажи боеприпасов Киеву. Минобороны Армении тогда выступила с сопровержением. Но в марте отношения России и Армении испортились еще больше. Премьер Пашинян сказал, что страна приостанавливает членство ВДКБ. Вот интересно. Бои идут, бои тяжелые. Противник пытается двигаться вперед. Мы эти попытки пресекаем. Работаем превентивно по тылам, как уже было сказано. Но опять-таки подчеркну, что обстановка крайне непростая. Это действительно так. Учки Люфтваффа Бундесвера вместе с пилотами из Норвегии и США проводят тренировки в воздушном пространстве Финляндии. В любой момент они должны быть готовы передислоцироваться на аэродромы у российских границ. ОМТВЮЭЙ про головне. Ну, на фронте сейчас ситуация остается тяжелой. Резьев массово атакуют беспилотники. Они иуды. Ударом были подданы військовые объекты в Підмосковье, в Брянске, Орловске, Липецке и Воронежске областях. Московские области в районе мест Люберцы и Раменске пролунали вибухи. Деякие аэропорты были зачинены на взлет и посадку. Про прильоти поведомили в Брянске, где поряд с объектом Роснафти спалахнула пожежа. Тревогу через загрозу дронов оголошили щонайменше в семи регионах Росії. Высоковольтная. Дом рядом. Господи, Бо Милый, а? Вот, короче, на аэропорт Жуковский. Беспотных сбили. Беспотных сбили. Господи, чедо Милы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Eugene TanyaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Собтитры сделал DimaTorzok дーヤа's Субтитры сделал DimaTorzok HopeС Rossis А про те, що ця атака Кбулася не техніше Ця атака, яка відбувалася На Росії чи це вже в принципе уже такая рутинная операция ну я имею в виду с точки зору застосований засобів наслідків хотя мне кажется картинка ну больше яскрава за поревняннями с последними атаками Ну зазвичай говорите про результати ударів краще уже після проведення дорозвитки після ударів це десь доводиться чекати на супутникові знімки на які потрапляють відкритий доступ або воно піввідкритий добу-дві втім ну повторюсь це вже за буквально за три дні друга атака на Московську область на передмісця Москви попередня була ну не просто доброю а такою знаковою тому що московська нафтобаза це це величезне підприємство яке забезпечує не тільки Москву переважно паливо-мастильними матеріалами а російські аеродроми а аеропорти аеродроми довкола Москви от що дуже важливо і це не тільки меседж росіянам але і успішно з точки зору воєнної дії операції сьогоднішня атака швидше за все було спрямовано на одне з підприємств оборонно-промислового комплексу до слова от найбільш технологічний складова середнього середнього машинобудування як в Союзі казали так і зараз в Росії говорять ракетобудування фактично дрони тощо вони сконцентровані довкола Москви там починають пушки на метіщі і на південь тобто чекаємо інформації будемо радіти трошки пізніше Ну і ми бачили що такі атаки вони паралізують російський авіапростір в конкретних містах над Москвою це теж дуже важливо і в очевидь що правильно розумію йдеться ж не тільки таке про пасажирське авіаперевезення і саме пасажирські цивільні аеропорти Ну першим ділом закриваються цивільні перельоти і це до слова теж таки опосередкований позитив тому що цивільні це ж не тільки пасажирські це і транспортне сполучення на яких перевозиться важливо часто густо і військово важливі термінові часто густо військові вантажі Ну і сам факт закриття російських аеропортів це сигнал для інших держав бути якщо вони готові порушувати санкції проти Росії міжнародні санкції проти Росії то бути готовими до серйозних ризиків в своїй діяльності Побачимо власне я думаю що вже сьогодні до вечора ми будемо бачити більш точні наслідки цієї атаки окрім цих звісно яскравих картинок але знову ж таки ця картинка це не головне головне результативність є ли які-то змінення в оккупуванні части нашій Курській області? к сожалению на Курському направліні обстановка по-прежнєму остається серйозно сложний тяжелий напряжений враг продолжає предпринимати попытки свого продвиження в Глушковському і Каринівському районі задействують для этого большие сили личного состава которые у него имеются у спикера палаты представителей США Майка Джонсона который если помните выступил вразрез с линии своей партии и разблокировал пакет на 60 млрд долларов для Украины мая мая мая